Ли Фигаро, Франция, 5 способов борьбы с глобальным коллапсом биоразнообразия Сириль Ван Лерберди, Венсен Барденав, Жан-Люк Натиас Ли Фигаро, Франция 8 мая 2019 года Противодействие исчезновению природных пространств на земле и в море и в Австралии Правительство штата Квинслен заблокировало проект по добыче алмазов из-за присутствия находящегося под угрозой исчезновения вида воробья Сейчас ход за федеральными властями, разрывающимися между проектом, который позволил бы создать рабочие места в штате с его переживающей упадок добывающей отраслью, и защитой биологического разнообразия Такой пример типичен для вопросов исчезновения среды обитания Три четверти поверхности планеты, в том числе 40% морской среды, были серьезно изменены в результате человеческой деятельности Сельское хозяйство, горнодобывающая отрасль, градостроительство По мнению экспертов межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам, БЭУ Именно в этом заключается главная причина сокращения биоразнообразия Тем не менее, если верить прогнозам, в ближайшие годы на первое место может выйти потепление климата Существует немало средств противодействия В частности все опирается на формирование охраняемых территорий и заповедников Утвержденные в 2010 году задачи предполагают превращение 17% суши и 10% океанов в охраняемую зону Был проделан большой путь по направлению к этой цели Однако ученые указывают на возможные риски в связи с разной трактовкой этих заповедников Специалисты также призывают развивать экологическое сельское хозяйство, то есть объединить производство продуктов с потребностями окружающей среды На нижнем уровне бороться с разрушением почвы можно, оставляя нетронутыми участки земли Отсутствие пестицидов способствует работе насекомых-опылителей, и формируя зеленые зоны в городах Наконец, МБУ призывает правительство защитить коренные народы, стражи природы для остального общества Эти народы представляют собой рассеянные по всему миру несколько сот тысяч человек, которые занимаются четвертью всех земель Именно там природа сохранилась лучше всего Тем не менее будущее этих народов сегодня под угрозой из-за горнодобывающих проектов и уничтожения лесов Борьба с чрезмерным выловом рыбы и браконьерством треть мировых рыбных резервов эксплуатируется на чрезмерном уровне, а 60% оставшегося числа – на максимальном Рыба зачастую не успевает достичь половой зрелости до вылова Это настоящая трагедия для морского биоразнообразия, тем более что рыболовство охватывает более половины поверхности океанов Многие виды оказались под угрозой из-за неуважительной к окружающей среде рыболовной практики Нам следует отказаться от употребления, или хотя бы ограничить его, голубого тунца, каменного окуня и хека Рыболовы по-прежнему не соблюдают установленные нормы, и все больше судов занимаются незаконным промыслом Казалось бы, нет ничего проще, чем принять законы для ограничения эксплуатации определенных ресурсов Как бы то ни было, прошлый опыт борьбы за сохранение видов говорит о том, какой долгий путь нам еще предстоит пройти Японцы недавно сообщили о намерении возобновить коммерческий китобойный промысел В Африке браконьеры губят популяцию носорогов и слонов Их рога и бивни продаются на весь золото на азиатских рынках, несмотря на строгие законы Биоразнообразие зачастую является одним из последних приоритетов правительств И если их позиции слабеют, а политическая ситуация выходит из равновесия, контрабанда вновь идет в гору Борьба с потеплением сокращение всех видов загрязнения, в частности объемов пластиковых отходов Несмотря на прогресс в некоторых регионах мира, в других загрязнения продолжают обостряться Что приводит к трагическим последствиям для природы Так, объем пластиковых отходов в океанах вырос в 10 раз с 1980-х годов Что оказывает резко отрицательное воздействие на жизнь множества видов 86% морских черепах, 44% морских птиц и 43% морских млекопитающих Разумеется, угроза исходит не только от пластика По всему миру 80% сточных вод выбрасываются напрямую в моря и реки В докладе экспертов по беразнообразию отмечается, что в воду каждый год попадает 300-400 миллионов тонн тяжелых металлов Химических растворителей, токсичных отходов Сельское хозяйство тоже оказывает воздействие за пределами возделываемых земель Выброс удобрения охватывает 245 тысяч квадратных километров прибрежных зон и ведет к формированию бедных кислородом участков с чрезмерным количеством инвазивных водорослей Решения касаются как изменения привычек, например, сокращение использования пластиковых упаковок Так и развитие регламента и инфраструктуры, в частности система очистки сточных вод, сбора и переработки отходов Что немаловажно, борьба с загрязнением не только пойдет на пользу диким животным, но и повлечет за собой быстрое и существенное улучшение условий жизни населения Экзотические инвазивные виды Экзотические инвазивные виды, эив, не являются плохими сами по себе Луизианский рак, азиатский шершень и лягушка-бык входят в число 37 видов, которые были занесены в данную категорию Европейским Союзом На самом деле, эта человеческая деятельность разрушила географические и экологические границы, позволив видам из других экосистем попытать счастье в новых условиях Их успех влечет за собой масштабные изменения экосистем, зачастую с сокращением биоразнообразия Эив представляет опасность почти для трети всех находящихся под угрозой видов и причастной к половине известных нам случаев исчезновения Число проблематичных эив увеличилось на 40% с 1980 года Риск существует на пятой части всей поверхности планеты Эив создают угрозу для экосистем, а также экономической деятельности и здоровью человека Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Материалы на СМИ